приехали мы во францию нашли вот такую красоту да вдова клико посмотрите какой теплой одежде куртки какой это сумочка в которой можно носить бутылку вот так ни у кого нет в праге у нас есть всем привет из реймса мы должны были сегодня быть в болгарии мы часто туда ездим потому что эдик наш он наполовину болгарин и там в болгарии и мама у него похоронена и вообще хотели до на море отправить вот эдик об среди кого едика модная футболка из одессы когда-то привезли так вот мы должны были сейчас быть в болгарии но не судьба нам пришлось срочно по работе ехать в шампань вчера мы были весь день заняты работой сейчас едем на море еще раз уж мы во франции так здесь заодно и отдохнем на море вчера поработали весь день были очень заняты сегодня едем на море потом опять вернемся в шампань нам еще нужно здесь закончить свои дела потом вернемся в прагу и опять приедем шампань в общем а здесь очень холодно здесь собачий холод это это нечто мы сейчас видели климатическую карту европы на это летом я уже составлю сюда кто не в курсе везде аномальная жара просто в европе аномальная жара но только мы только мы приехали отдыхать какой-то ледник более того мы едем в норманде ну ладно мы не боимся морозов сейчас мы еще хотим заехать соседний город мы мы находимся в римсе а соседний большой город называется париж вообще римс это запорежье и мы сейчас заедем не просто в париж я надеюсь мы попадем туда куда мы хотим а хотим посмотреть олимпийскую деревню до того как она открылась они ходят много разговоров например о том что там не работает не не нужно не работа о том что там нет кондиционеров но с таким летом я думаю это не беда в общем сейчас поедем если нас нам повезет и мы туда попадем мы вам покажем это эту деревню ну а потом отправимся в красивейший город франции как для меня так в самый красивый так едем ты не попал в кадр вспомнили что завтра день взятия бастилии все скорее все будет закрыто и приехали в супермаркет купить продуктов а перед этим только что мы заправили машину бензином и вот это я не знаю только в франции это видела что ты когда заправляешь машину на заправке только нужно только физическая карта ты не можешь какую-то ну в чехии мне кажется таких уже мест нет чтобы там либо только кэш примы чехи плати как хочешь здесь только физической карты ты можешь оплатить я не думаю что это везде ну вот на некоторых вот то что мы сейчас заправляемся но часто заправляемся только и всегда ты когда вставляешь карту они у тебя блокируют 100 евро за задаток они боятся что я украду не бензин и уеду или что ну хотя наверное франции нет это к чему я а я повторюсь не хочу никого обидеть но чем дальше на запад тем более какие-то отсталость ну я не знаю может это мне так кажется но все-таки у нас слава богу в чехии более как-то прогресс каких-то особенно в таких вот моментах там оплаты карты банки я помню у нас когда-то лимит на карте закончился во франции на чешской карте на евровой закончился лимит и мы в течение там 15 минут его навысили француз когда то что мы за несколько дней на вы за несколько дней оговорка по фрейду за пару минут навысили лимит он был так удивлен он говорит вы себе не представляете сколько бы это длилось у нас во франции я надеюсь что особо не да что этих по телефону на мой на он позвонил в банк там все это и 1 раз и нам повысили этот лимит француз был поражен а это был еще и вечер да это был вечер француз сказал что это очевидно и невероятно поэтому я уже в суд раз говорю я все таки рада что мы живем восточной европе для такого он лично должен идти в банк чтобы подписать там какие-то документы чтобы ему нависили лимит да а еще у нас недавно появилась такая в чехии возможность платить с телефона на телефонный номер отправлять деньги я знаю в россии и украине не знаю если украина в россии это давно мне кажется мне кажется украине даже тоже такое есть в чехии это новость номер один ну есть уже я не знаю если что есть во франции ладно заговорились мы сбегаем магазин купим продуктов и поедем дальше да блины блины во франции это еще важнее чем круассаны и багеты мне кажется вот так выглядит 77 евро теперь во франции практически ничего не купили чисто это похоже чисто поржать ну знаете что самое что больше всего нас впечатляет во франции сейчас на улице расскажу вот еще раз 77 евро все дорожает я покупала всегда во франции вот такую соль но не именно эту а вот такая влажная очень хорошая серая соль и сейчас я хотела тут уже фирму купить за она из килограммовые пачки превратилась полкилограммовую цену не изменила но вот это еще пока килограммово и так все все подорожало не знаю или связано ли это с олимпиады или чем-то другим но вот тут реально тут мы ничего такого сильного не взяли прям серьезного ничего молоко соль кефирчик там блинчики курица готовая уже просто разогреть вот лук помидоры и 77 евро а еще знаете что у нас поражает во франции просто больше мы не идея этого не видели я не знаю может это в каких-то странах это еще есть но в чехии такого нет чеки вот чеки это то что я помню со старых американских фильмов выпиши мне чек здесь люди стоишь в очереди на кавов на кассе до эдик своими словами сказал и стоит человек и выписывает чек это может длиться ужасно долго он может там что-то выписывать ошибиться это и опера задерживает очередь но даже дело не в этом чеки какое столетие я все жду когда мы увидим как на кассе рассчитывается дублонами или франк что у них там еще было ну чеки я не знаю где будет они еще есть может еще больше на запад мы не только чеки можно на конях приезжает в супермаркет ну чеки для меня я вообще это да я в детстве помню в американских каких-то фильмах смотришь там выпиши мне чек но не только в американских франция 2024 год тут мы сейчас простояли на кассе 15 минут из-за того что человек надел очки и очень внимательно что-то писал в чеки потом что-то в нем же писала тоже очень долго кассирша чеки чеки я не понимаю это что вообще то есть когда уже есть интернет когда уже когда уже деньги в основном все виртуальные потому что я например во множество стран приезжаешь и вот допустим ту же норма норвегии швецию в норвегии швеции я никогда не видела местных видела может очень редко но там все чисто онлайн ты все платишь только карты вот что выписывали чеки это говорю это лучше бы конечно это смотрелось если бы взяла перо чернильницу в общем вот так чеки здесь ходят чеки а вообще во франции еще больше замков чем в чехии чехия занимает третье место после франции бельгии и вот действительно мы пока едем по франции из реймса в сторону парижа постоянные какие-то замочки замочки вы конечно едем по альтернативной трассе не по платной вот и все время встречаются нам какие-то полу замочки замочки красивое все такое кстати раньше я не знаю как сейчас мы когда прилетали в париж через аэропорт попадали в париж через шарль-де-голь когда едешь из аэропорта недалеко до въезда в город было гетто помнишь я такого еще нигде не видела где-то там жили продавцы коробки да они жили в коробках там какие-то стали коробки от холодильников не знаю чего еще конкретно но или я не знаю так выглядело что коробки от холодильников ну просто какое-то коробочное гетто и в этом гетто жили как политкоррект не выразится продавцы сувениров благополучные жители парижа они так жители но это не не коренные парижане это жители французских колоний которые приехали во францию и занимаются здесь которых пригласили по большому счету во францию заниматься здесь непонятно легальность ну да в основном нелегальные я не знаю если это гетто сохранилось ну я когда впервые его увидела у меня был шок что вообще такое как такое возможно и вот в одном из неблагополучных районов парижа именно в одном из построили олимпийскую деревню вот вроде бы мы ее нашли а еще интересно куда деле на время на время проведения олимпийских игр вот этих всех жителей коробочного гетто коих в париже очень много занимаются они непонятно чем вроде вот это да вот мы сейчас видим по левую сторону олимпийскую деревню сейчас подъедем ближе может получится и снять кстати еще не олимпиада олимпиада начинается в конце июля да ну в олимпийский париж мы попадем кстати тоже потому что сегодня у нас 13 июля мы потом вернемся в прагу на какое-то время и приедем опять сюда так вот еще не олимпиада а уже смотрите какие пробки на въезд в олимпийскую деревню это не конкретно в олимпийскую деревню ну вот мы сейчас хотим у нее въехать какое количество машинцев тоже стоит а что будет когда здесь будет олимпиада и вообще очень нравится вот эти газончики или как-то правильно называют вот они здесь везде такие красивенько ну видно что дизайнер работал вообще изначально видимо эти все газончики были предусмотрены для того чтобы любовались жители гетто и ну а теперь спортсмен и пусть любуются индустанда на дорогах хаос просто ужасный просто это ужас или мы дикие впервые увидели большое скопление машин или как вот заезжать и выезжать из этого пиписка деревню вообще не знаю блять не на может они здесь как-то запретят въезд потусторонним всяким местные которые живут здесь вот мы находимся вот сейчас если нам повезет мы попадем в олимпийскую деревню ну вот смотрите какой хаос на дороге нет ну я не знаю конечно прага маленький город по сравнению хотя нет чего я говорю маленький париж это вообще один из самых маленьких городов европы так точно просто прилегающие городки к парижу делать его огромным но сам париж маленький но ладно как бы прага если брать чисто прагу и париж с вот с этими прилегающими городами прага намного меньше может поэтому нам странно смотреть вот на такое ну хорошо берлин огромный город но я не видела там такого движения потому что как бы германии порядок как во всем а тут вот такое вот в общем въезд вот подъехали ехали 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 стояли в пробках она скотина такая закрыта это олимпийская деревня это ужас хотели посмотреть мы видели только что со стороны как бы среда от реки мы смотрели видели ее дома стоит ну что самое интересное но это везде пишут не то что я придумала что в олимпийской деревне нет кондиционеров но я понимаю сейчас прохладно в париже ну в париже же бывает и и жара адская больше того и не думаю что рассчитывали когда строили россии олимпийскую деревню рассчитывали что лето будет холодным я думаю что нет но они же как это объясняют что это экологу ради благодаря экологам да да что это вот эти вот зеленые как бы сказать политроректно зеленый террор он же сейчас руководит всем что типа это правильно это для планеты дару лучше что было вот так что вот будут мучиться в душных номерах а на самом деле это мне кажется просто решили сэкономить денег на этом все мной выдали это как вот мы переживаем заботимся о природе о планете о планете о лицемеры так может уверен конечно со стороны попробуем тоже да везде закрыта в подъезде во подъезды все со всех сторон закрыли олимпийскую деревню впереди он видно зеленый 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 вот здесь еще можно посмотреть там еще никого вот такие домики построили вот видите мы видим олимпийскую деревню до того как она начала эксплуатироваться до того как ее ввели в эксплуатацию но построили ее в бывшем плохом районе каком-то для того чтобы его облагородить смотрите здесь есть кондиционеры но тут какие-то вагончики рабочих вот а вот в самой деревне говорят что их точно нет ну как говорят пишут везде об этом во всяком случае то для рабочих вот видите стоят кондиционер и вот смотрите вот прямо напротив ли у этих людей выходят только на олимпийскую деревню вот 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 здесь вот эти люди сейчас покажу вот они смотрят но все они смотрят на олимпийскую деревню как бы этот район он стал считается неблагополучным поэтому здесь решено было построить олимпийскую деревню когда закончится олимпиада как бы облагородить этот район и здесь просто будут квартиры для обычных французов да но мы вот сейчас обсуждаем едем с эриком отсутствие кондиционеров в номерах у спортсменов ну кстати очень даже правильно на то она и олимпиада победить и выжить должен сильнейший а слабенький вообще сбрасывали с олимпы вообще считаю что спортсмены должны выступать голые потому что но как так же начинали крутки шутками конечно это все превратилось какой-то фарс олимпиада это давно уже какое-то шоу ничего общего со спортом не имеющие но это мое мнение конечно кто-то считает иначе вот весь париж этих олимпийской символики кстати вот поехал автобус увидели вот этот символ олимпиады значок этот вот там непонятно либо это лицо девушки женщины либо это факел вот такая загадка так что ждем когда олимпиада будет действительно для самых смесильных кто будет выживать в любых условиях кому-нибудь кто не будет есть во время состязаний мясо потому что возмутиться могут вегетарианцы например или всякие веганы тоже могут возмутиться что это такое почему вы олимпийцев кормите мясом когда они будут олимпийцы носить одежду когда будут жить вообще не в палатках или там где-то в лес будут уходить и потом приходить на соревнования какать в реке но я думаю к этому всему идем мы в европе во всяком случае да вон там впереди тоже виднеется олимпийская деревня в общем вот так вот новая достопримечательность париж кстати никогда не забуду мы когда-то с владой приехали в париж и нам посоветовали какое-то заведение ресторан какой-то что такое классно французы заходят вы туда пошли а это был ресторанчик такое у него стало про них не стояла очередь мы не разобравшись стали в эту очередь отстояли очередь оказалось это был бобовый ресторан там одни бобы и с разными с разными вкусами мы заказали попробовали думала какие-то бобы необычные попробовали мы эти бобы волшебные да я не остелила свою порцию вода тоже и на нас поглощающие свои порции публика смотрелась недоумением они не доели бабы их оставили там не удивлюсь если знаете как фильм дартаньян и три мушкетера наш советский король поел и все цвета бросилась надоедать его еду как-то мы ушли любители бобов напали на наши тарелки так что много не понимаем как в этой жизни вот от трубы танцы и выехать солим здесь более-менее не такая пробка как вообще какая-то деревенская улица посмотрите ладно едем на море ну а пока деревней можно вот так любоваться тут уже плохо видно в общем вот такая маленькая квартирка на эти несколько дней станет нашим домом эта квартирка с вида вот перед нами если видно на видео не знаю но скорее всего видно с видом на ла-манш и находимся мы вместе под названием давиль травиль кто был тот знает что это за прекрасное место кто не был я вам покажу и вам она тоже понравится вообще давиль травиль это для меня и на раз самое любимое самый любимый курорт из всех которые существуют я очень люблю это место но это место любимое место отдыха а то и группа людей которым я не отношусь миллиардеров и миллионеров тех которые победнее вот здесь местом казино спокойно и с достоинством люди проигрывают миллионы евро здесь любят останавливаться и отдыхать знаменитости звезды как я уже говорила миллионеры здесь есть аллея звезд очень оригинально я в прошлом году здесь были я снимала здесь видео но так как мы сюда часто приезжаем в этом году снимаем опять видео и смотрите что я здесь нашла санкт-петербург санкт-петербург в местной библиотеки на секундочку вот такая книга на французском видимо хозяин квартиры видимо хозяин квартиры был в петербурге даже карта прикольно вот так вот ну идем пройдемся сейчас вот дом в котором мы поселились вот вот впереди море там тропинка к нему мне еще нравится вот эти розовые кусты здесь везде вообще весь город утопает в цветах я не сильно в названии цветов я покажу что это за цветы но мне они ужасно нравятся и здесь они везде но сейчас кстати я их здесь не вижу но как увижу так покажу какие здесь красивые виллы как красиво но почему-то в этом году здесь в Довиль Трувиль большие скидки на проживание в отелях в прошлом году мы здесь отдыхали было очень дорого вот в этом году ну тут всегда дорого но в этом году везде скидки были прям и очень много было свободных мест потому что мы же даже еще на последней минуте вот мы же собирались ехать в Болгарию выяснилось что срочно нужно во Францию отменяем Болгарию начинаем уже искать здесь что-то и что такой выбор такого выбора никогда не было либо миллионеры перевелись вот смотрите там сказочный домик вот и очень дешево господи очень дешево ну со скидками большими и даже скажу больше скидки и вот мы в начале августа едем в Шампань опять будем в Шампань и на такое же количество дней как и здесь и вот в Шампань раз в два ну не в два в полтора дороже на то же самое количество дней ну почему в Шампань дороже это понятно потому что когда мы будем там будет Олимпиада проходить в Париже а Шампань находится очень близко от Парижа я думаю многие просто там остановятся и будут ездить в Париж оттуда посмотрите какой теремок как красиво но дорога которая ведет к морю мне напоминает как в Одессе где-то когда спускаешься к пляжу вот примерно так так в Одессе еще могут бутылки валяться здесь бутылки не валяются потому что они очень дорогие их можно сдать в магазин вот качество дороги такое себе вот посмотрите вот эти цветы я не знаю как оно называется но их здесь очень много сейчас как назло их не могу найти но вообще их здесь очень много ой как красиво впереди вот как это место можно не любить так вот этих цветов а прям город ими усеян и они прям так сюда вписываются к этим сказочным кукольным домикам просто красота и мне не хочется ездить на всякие теплые курорты а мне плевать что здесь прохладно может быть что море не сильно теплое зато вот так здесь вот такое вот где еще можно найти и вы посмотрите на эту красоту а вы только посмотрите на это и вообще это место называется Давиль-Трувиль потому что это собственно два города один называется Трувиль мы сейчас находимся в Трувиль и напротив Давиль рядом пересекает пролив Тук эти два городочка между как бы между ними границей проходит и Давиль считается красивее чем Трувиль но как бы о вкусах не спорят здесь в Трувиль набережная намного пляж намного лучше чем в Давиль мне в Давиль вообще пляж не сильно нравится ну может быть да может быть Давиль чем-то красивее но Трувиль посмотрите какой здесь пляж не мне нравится Этику больше нравится Трувиль ну кстати мы очень красиво стоим да 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 смотрите какой красивый пляж и это мы всегда останавливались в Давиль всегда вот здесь очень часто сюда приезжаем а сейчас впервые остановились в Трувиль давай в море в море в море ну кстати вода совсем совсем не холодная так что не зря я взяла купальник нормальная вода народ купается некоторый просто сейчас отлив но и днем нормально будет кстати мы никогда не можем понять вернее это одна из загадок что всегда в море вернее на берегу собирают люди вот там ходит человек что-то собирает там еще ходили люди что-то выискивают я не могу понять на берегу все всегда после отлива всегда что-то собирают ну ракушки что ли или что они там собирают вообще не понимаю может нам тоже надо собирать ну я понимаю там ну да ракушки там что они там выискивают и прям все очень много вот это люди ходят что-то выискивают а кстати вдавили еще больше этого да там вообще прям поисковики целые что они ищут я думаю надо прийти начать искать главное знаешь обидно будем что мы это найдем но не будем знать что это оно и пройдем мимо поэтому надо выяснить что ищет и будем тоже искать но однозначно янтарь здесь здесь никто не собирает вообще смотрите как у нас зрительный зал на закат вот это наше окно солнце уже село но какая красота была сегодня почти как санта ринь трувиль имеет неофициальное название король пляжей он был построен во второй половине 19 века по инициативе сводного брата наполеона третьего герцога марни и стал первым курортом на нормандском побережье ну а сегодня народ празднует день взятия бастилии даже здесь не только в париже ну и до виль трувиль и сайте все рестораны просто заняты до отказа ну а мы пришли со своим со своим харчем на пляж а еще мы с собой принесли сидр нормандия славится сидром он здесь очень хорош вот так вот будем отмечать день взятия бастилий здесь недалеко от нас отдыхает румынская компания они сейчас едят семечки и плюют в песок ну не в песок ну плюют возле себя я сразу вспомнила у нас был такой курорт железный порт херсонский курорт я сразу вспомнила железный порт в девяностых везде везде были от семечек эти кожура семечная весь пляж был усыпан кожурой головой креветок головами креветок кукурузными кочанами ну здесь нет но я думаю место после румын будет семечным я слышу как их как они грызут эти семки вот еще одни люди принесли свою культуру в чужую страну румын и семки а вот тут паркуется в неположенном месте ну что это хорошо кстати каждый приносит ее в частичку себя вошел в моду трувиль с легкой руки французских писателей девятнадцатого века гестава флобера и александра дюма от давиля до трувиля подать рукой их разделяет только речушка тук и если стоять лицом к пляжу то трувиль будет справа а дави слева какой из этих городков лучше определить крайне сложно но по мнению многих трувиль немного проще кстати существует легенда мол богатая буржуа жон держали в давиле а любовниц в трувиле вокзал у городков один на двоих станция так и называется трувиль давиль в целом эти города самые настоящие братья-близнецы просто трувиль родился чуточку раньше мода на отдых в трувиль очень быстро набрала обороты вы только представьте что в двадцатых годах девятнадцатого века на месте трувиль была обычная рыбацкая деревушка а уже в 1863 году сюда так полюбила ездить парижская знать что в город пришлось провести даже железную дорогу какая великолепная вилла здесь еще скамеечка со стульчиками очень красиво и это мы находимся в трувиль который считается гораздо не гораздо попроще в парижских салонах появилась огромная мода на отдых в трувиле так девятнадцатом веке обычная никому не известная рыбацкая деревушка превратилась в шикарный курорт и обросла роскошными виллами а местное казино стало самым популярным на нормандском побережье сегодня город известен своими санаториями и водолечебницами престижнейший курортный город давиль был основан в 1860 году все тем же герцогом марни представьте себе что это городская мэрия какая она красивая вообще центральная площадь в городе давиль просто бесподобная особенно мне нравится мэрия а какие лампы здесь уличные после крымской войны в 1856 году герцог был назначен послом в россию где и женился на княгине софии трубецкой а в 1859 году по совету жены герцог выкупил за 800 тысяч франков 240 гектар болот на левом берегу реки тук прямо напротив нового курорта трули за четыре года болота были осушены и давиль начал застраиваться виллами и уже к 1864 году его население увеличилось со ста жителей до тысячи в городе открывают казино и ипподром сюда начинает приезжать не только богатые знаменитые со всего мира но и особо королевских кровей в 1924 году на пляже появились первые кабинки в стиле арт-деко возле которых однажды произошла самая настоящая революция но об этом позже сегодня давиль является культовым местом для отдыха звезд мирового кино а иметь свою именную кабинку на местной аллее звезд это дело чести для каждой уважающей себя знаменитости город который был построен специально для богемы с честью и по сей день несет свое предназначение ну а мы приехали в святая святых города давиль это местный пляж он очень популярный очень знаменитый это вообще такое знаковое место для города потому что именно здесь однажды великая коко шанель произвела самый настоящий фурор когда на глазах у почтеннейший публики разделась практически до гола то есть до купальника и в купальнике испугалась испугавши этим многих но именно благодаря этому мода на купальнике тогда захватила весь мир произошло все это в давиль тут на пляже вот но знаменит этот пляж еще и тем что здесь находится легендарнейшая аллея звезд и вот мы хотели сейчас выйти и снять ее но смотрите что происходит добро пожаловать норман не только в нормандию во францию 2024 года потому это характерно но для нормандии это характерно но сейчас вообще по всей франции не сильно жарко вот такая вот погода нормандии сейчас мы переждем дождь или же просто поедем сейчас в анфлер а потом вернемся сейчас решим но погода нас не балует здесь нормандия здесь живут потомки самых настоящих викингов вот так а еще знаете что что самая ненужная профессия в мире это профессия метеоролога она вообще абсолютно не нужна потому что то что они предсказывают это пусть они это и читают мы сегодня вот посмотрели на предсказания метеорологов а по их предсказаниям не должно быть было быть вообще дождя просто да прохладно да прохладно да пасмурно но без дождя ну вот дождь прохладно пасмурно и дождь вот и так всегда нельзя верить метеорологом вообще нельзя и так легендарный деревянный променад давиля именно вдоль него расположена череда именитых кабинок кинозвезд ставших главной достопримечательностью города вот они видите все кабинки подписаны но тут какая-то отседатель а понимаешь этот артист уже умер но кто-то вот написал от руки его имя не знаю если это действительно ему принадлежало или нет и каждую кабинку можно взять в аренду например если вам нравится какой-то из этих артистов главное чтобы его не было поблизости потому что ну понятно что марлон прондо не появится и вы будете спокойно пользоваться его кабинкой но некоторые все еще живы деревянная мостовая вдоль пляжа была изначально сделана специально для дам буржуа чтобы они могли наслаждаться видом и морским воздухом не испачкав подола своего платья ведь дело было более ста лет назад и тогда еще никто и представить себе не мог что на пляже можно будет лежать практически голым а иногда и голым а тем более купаться при всех в те времена солнечные ванны было принято принимать полностью одетыми и неспешно прогуливаться или созерцать восседая под зонтиками вот смотрите а эту кабинку купил гарри поттер потому что раньше вы здесь точно не было понятно что если здесь есть марлон брондо то гарри поттер это уже совсем другая генерация так что некоторые кабинки перекупаются вот как в случае с этой и теперь это кабинка принадлежит гарри поттеру так что вот фонаты гарри поттера добро пожаловать в его кабинку и так как я уже рассказывала ранее уважаемые буржуа приезжали на элитное побережье чтобы полностью одетым принять солнечные ванны неспешно прогуливаясь или восседая под зонтиком именно тогда и были построены пляжные кабинки стиле ар-деко в которых отдыхали жены и дочери важных аристократов наслаждаясь пейзажами и возможно все об этом длилось и до наших дней если бы однажды вдове не появилась как о шанель с заявлением лицо цвета аспирина это ужасно и шокируя почти нишую публику отправилась вместе со своим другом купаться и загорать скандально откровенной одежды на следующий день все газеты описывали это вопиющее событие но уже спустя небольшой промежуток времени все та же как о шанель здесь в давиль открыла первый магазин с купальниками которые начали разлетаться как горячие пирожки а мода на пляжный отдых в полураздетом виде охватила весь мир а в середине прошлого века когда виль пришел еще раз мировой успех здесь сняли фильм мужчина и женщина благодаря этому фильму давиль стал столицей ныне очень популярного американского кинофестиваля на котором в отличие от других нет никакого соревнования за призы а режиссеры и актеры просто приезжают давиль чтобы показать друг другу и зрителям свои новые работы по большому счету кинобогема просто придумала себе предлог чтобы отдохнуть в чудесном городе а вот эти зонтики разноцветные это тоже картиночный открыточный вид давиль на любых сувенирных открытках вы увидите эти зонтики это тоже один из символов этого города вот эти разноцветные вот так и случилось что дамские кабинки для скучного созерцания пейзажей превратились не просто в самые модные раздевалки а в настоящую аллею звезд потому что иметь давиль свою личную кабинку для переодевания стало для всех знаменитостей делом чести все кабинки на пляже именные и от количества звездных имен просто кругом и голова а вот смотрите что здесь пишут что 24 мая 1987 год королева елизавета вторая приезжала сюда в конюшне потому что у нее там какие-то элитные конюшни здесь есть и она приезжала очень тайно но спустя несколько дней ее кортеж торжественно проехал здесь вот эти домики там находятся вот они здесь ехали вот они и они выехали своим кортежом королева ехала и буквально на следующий день об этом написали все газеты да эти тайные фотографии попали во все газеты но я думаю проездка и уже не была тайной великой но вот такая история здесь имела место быть не собственно все здесь видите нарисовано что в 60 до 67 году здесь была бриджит бордо кирк даглас здесь был 78 но я думаю они здесь и чаще бывали вот посмотрите что здесь произошло в 67 году прошлого века какое здесь было наводнение потому что приливы и отливы и здесь это нормальное явление вот сейчас как бы сейчас нормально сейчас не прилив не отлив обычно вчера например видели как вода доходила да да ну ладно отвлекаемся итак смотрите какой был здесь большой прилив в 67 году и вода отсюда дошла аж в казино что ну как бы через улицу это очень легко да это начало этого прилива повламывало двери в этих кабинках тут была целая трагедия можно сказать местного местного масштаба вот так вот у меня на этих кабинках описывают разные истории или кто здесь был или вот что например здесь произошло да если что казино вон он вон там казино вот большие окна это казино аж туда ушла вода на секундочку вот так вот безобидненький ла-манш иногда пишут писали что раз в 18 лет такое происходит да 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 вот такая вот история здесь очень очень неплохое место вообще как бы давили мне например давин трувили и антлер очень красивая места во франции да здесь нет теплого моря ну хотя вода не сильно холодная честно говоря мне здесь нравится больше 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 нравится здесь отдыхать чем в той же ницце например на каждому свое конечно мне нравится здесь вот и мы здесь видели луиду фюнесу пытался ели смотрите с ягуаром прогуливалась тридцать первом году вот смотрите с обратной стороны вот там именно и кабинки а здесь безымянные кабинки для просто людей так сказать и у конечно у звездных гостей кабинки с видом на море а здесь видом на парковку и на теннисный город но смотрите вы можете себе снять здесь кабинку а за спиной у вас будет переодевать трусы ну скажем гарри поттер даниил даниил редклип или еще там какие-нибудь знаменитости да майкл дуглас например вот так вот вот такой вот он этот город дэвиль тире труси не знаю если буду здесь еще что-нибудь снимать потому что мы хотим поехать соседний городок ну как бы это разница расстояние очень маленькая это городок под названием флёр у меня нет французского произношения там говорю как умею этот город тоже достоин особого внимания там нет таких модных кабинок помню такой модный гламурный как эти города но очень красиво все верим всем спасибо что были с нами здесь